1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом в России. На сегодняшний день ВИЧ-положительный статус имеет около 1 миллиона 100 тысяч человек. В Тверском регионе на учете состоят около 9 тысяч жителей. Зачастую считается, что ВИЧ и СПИД – это болезнь только наркозависимых. Но в наши дни это далеко не так. Как передается эта инфекция, как от нее защититься, где можно пройти экспресс-тест всего за 10 минут, анонимно узнал наш корреспондент. Анализ на ВИЧ раз в год должен стать традицией для каждого гражданина. Ведь вовремя поставленный диагноз – залог жизни и дальнейшего здоровья и себя, и окружающих. Так сдать кровь и сделать экспресс-тест на инфекцию можно, например, в рамках разных акций в мобильной лаборатории. Там есть специальный тест-системы. Капается капля крови и специальная жидкость, которая кровь разжижает, по тесту проходит и показывает, есть ли наличие антигена на ВИЧ или нет. А через сколько он покажет? Да, буквально 30 секунд. Анализ занимает всего 10 минут. Никаких документов не потребуется. Поэтому можно сохранить анонимность. По той же схеме можно сдать кровь. И в областном центре СПИД он находится на проспекте Корытково, 2, корпус 2. Записываться не обязательно. Достаточно заполнить анкету. Там будут коды. И это касается каждого. То, что ВИЧ-болезнь наркозависимых, давно изживший стереотип. К сожалению, почти 70% пациентов приобрели положительный статус половым путем. Мы решили поинтересоваться у жителей Твери, насколько они осведомлены о ВИЧ-инфекции. ВИЧ передается половым путем. При неоднократном использовании инъекционных шприцов. Нужно постоянно проходить регулярное ВИЧ-тестирование, чтобы это не переросло потом в СПИД. Через кровь. Слюной не передается. Половым путем через кровь. Бытовым не передается. Если только порез какой-то, то да. Вертикальный путь у беременных. Но здесь получше дело обстоит с профилактикой. Думаю, что для старших поколений это не актуально. У них есть другие проблемы. И бытовым путем, и половым путем. Очень опасное заболевание. Иммунитет от него понижается сразу. Потом болезни все такие, как онкология. Как показывает опрос, молодежь осведомлена о ВИЧ несколько больше, чем старшее поколение. Все точки над «и» расставила врач-инфекционист Светлана Лудкова. ВИЧ-инфекция бытовым путем не передается. ВИЧ-инфекция передается тремя путями. Это парентеральный через кровь, это половой путь и вертикальный. Вертикальный путь – это во время беременности передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку. В медицинских учреждениях имеются риски передачи ВИЧ-инфекции при неправильной обработке инструментарием. Пирсинги, татуировки, да, если делается не одноразовым инструментарием, и он не обрабатывается, то тоже возможна передача. Пациенты, которым поставлен диагноз, встают на учет в областном центре СПИД. Там же врачи подбирают специальную лекарственную терапию. Наука и медицина не стоят на месте. Современные лекарства способны приостановить размножение вируса в клетках человека. Тем самым, принимая терапию, человек становится безопасным для окружающих. Более того, он может вести полноценный образ жизни и даже обзаводиться здоровым потомством. В этом случае продолжительность жизни ничуть не меньше, чем у здоровых людей. В противном случае ВИЧ переходит в более тяжелую форму СПИДа. Иммунитет снижается до нуля. И даже банальная простуда может закончиться летальным исходом. Распознать ВИЧ практически нереально на ранних стадиях. Но на более поздних у небольшого числа пациентов могут быть некоторые симптомы. Длительно протекающие какие-то заболевания, например, с лихорадкой, более месяца. Это диареи непонятного генеза больше месяца. Лимфозлы увеличенные. Без каких-либо проявлений. Появление там острой сыпи на теле. Всем, независимо от возраста, медики советуют раз в год сдавать кровь на всевозможные инфекции и проходить диспансеризацию. Тем более в рамках проекта здравоохранения это стало доступно. Ведь увеличение продолжительности жизни в приоритете государства в Тверской области также реализуются. Эти задачи подчеркнул глава региона. Мы должны четко понимать, каким образом будем достигать этих целей. В первую очередь это снижение уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В числе приоритетов развитие первичной медицинской помощи, решение кадровых вопросов, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием. Так, более 173 жителей Тверской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. Людей с ВИЧ это тоже касается. Медики напоминают, что наблюдение за такими пациентами поможет увеличить продолжительность их жизни, сохранить трудоспособность, что тоже немаловажно, особенно для молодых людей. Редактор субтитров А.Семкин